Друзья, всем привет, с вами Яков. Сегодня у нас гайд будет посвящен закрытию комплектного подземелья за крестоносца в доспехах Кана. Ну и давайте рассмотрим билд и экипировку. Кроме самого сетого Кана, я здесь предлагаю взять щит Гнев Фридера, для того, чтобы наше порицание требовало не время восстановления, а всего лишь тетрад ресурсов. Призрачные башмаки, для того, чтобы проходить сквозь монстров и огрех на себя, тем самым компоновав небольшие группки для выполнения одного из заданий кольца Зазиака, для того, чтобы ускорить наше восстановление умений. Ну и стремительный кисть, это для того, чтобы время действия нашего клокона было удвоено. Все остальное берите, что хотите. Я вот взял еще напульсник из жениса, это для того, чтобы ресурс восстанавливать, так как я буду использовать пинц атмосферы. Мне он тут будет очень хорошо помогать, этот напульсник. Ну и взял пояс, ремень мстителя, для того, чтобы уменьшить все время основания моих умений. Из гемов я взял только один гогок, как видите, у меня нету вообще колец, в оружии нету изумруда, то есть урон я свой опустил как можно меньше, сделал его. У меня он составляет миллион триста. Что касается меча, можете брать абсолютно любой, но я его оставил все старого билда. Что касается умений, то начнем с пассивок. Здесь я взял лорд командующий, для того, чтобы ускорить восстановление моего скакуна. Длинная рука закона, это для того, чтобы принцип мой действовал дольше при прожатии. Потому что мне нужны будут сферы, вот эта пассивочка будет мне помогать выбивать немножко больше. Ну и так как у меня было двуручное оружие, одета старая, я взял божественную мощь, чтобы она мне помогла взять ее в одну руку. Из активных умений мы берем поборник Акарата, срунный пророк. Это умение нам будет нужно для выполнения одного из заданий. Принцип надежды, скромный крик надежды. Этот принцип будет нам позволять выбивать сферы и стук монстров. С какой он срунной закалка, для того, чтобы увеличить время действия этого умения. Ну и порицание срунной короткий залп, это нам тоже умение нужно для выполнения задания. Почему короткий залп? Потому что это единственная руна, которая позволяет порицанию срабатывать мгновенно, а не требовать времени на подготовку. Теперь давайте найдем вход в подземелье. Мы спускаемся в оружейную в третьем акте и направляемся в небольшой закуток. Вот он. Вот же наш и портал. Итак, наша задача 12 раз одновременно поразить 10 противников умением порицания. И вторая задача это убить 150 противников, находясь под воздействием эффекта умения поборника Акарата. Ну что ж, давайте приступим. Что касается первого задания, надо вам поразить 10 противников. Всего лишь поразить. Это не обязательно их убивать. Главное задеть умением, чтобы они были в вашем радиусе действия этого умения. То есть вы заходите в группу монстров, прожимаете порицание, все, стак есть. Если группа монстров маленькая вокруг нас, вы чувствуете, то лучше не трогать их, а не поагрить на себя. То есть медленно вы убегаете, а пусть они держат за вами. Нашли новую группу, скомпоновали их в одной куче, ах, прожали умение, все, стак есть. Тут есть такой еще момент, что некоторые монстры могут умереть, а некоторые превратиться в такие статуи. Тем самым они себя полностью восстанавливают здоровье. Там у них есть какое-то время остановление, там может быть 50 секунд, 5 или 6, но не важно. То есть если там на таких статуй остается 2, 3, убивайте их. Если остается порядка 7, то лучше не трогать. Это как-никак 7 монстров. То есть к этой группе вам надо перевести всего 3, и все будет у вас стак. То есть вы идете дальше, агрите их на эту толпу из статуи. Ну и через секунд 5-6 просто-напросто они восстановятся полностью, вы бах, набиваете новый стак и так далее. Но со вторым заданием все просто. Вы 150 монстров должны уничтожить в образе поборника Акарата. Это я думаю элементарно. Не забывайте про принцип на сферке, его прожимаете по откату на группах монстра, чтобы отдавало вам сферы. Сфера это ваш ресурс. Давайте посмотрим, как я закрыл это подземелье. Продолжение следует... 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 Подписывайтесь на мой канал на ютубе... Я же приступаю к записи... Нового гайда с вами был Яков. Желаю всем удачного фарма. Пока! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...